На Воронежском шинном заводе, который еще в прошлом году был близок к банкротству, запустили новую линию. Чтобы реанимировать предприятие, Росттехнологии, а также итальянский производитель шин Пирелли вложил в него 100 миллионов евро. Александр Ревунов посмотрел, что из этого получилось. Проект по модернизации Воронежского шинного завода обошелся итальянцам в 100 миллионов евро. Меньше чем за год эти средства вернули жизнь предприятию банкроту, инвестиции с производства с полувековой историей. Это уже заслуга корпорации Росттехнологии. Им удалось в кратчайшие сроки провести перевооружение завода и подобрать персонал. Почти полторы тысячи человек получили здесь рабочие места. Это предприятие является одним из примеров исполнения тех задач, которые поставил перед нами президент по созданию высокотехнологичных рабочих мест. Цех представляет собой производственную площадку замкнутого цикла. Пока сырье будет поставляться сюда из Европы, технологию и контролю за качеством на этом предприятии уделяется самое пристальное внимание. Символический запуск оборудования по сути является своеобразным стартом по внедрению Пирелли на отечественный рынок. Второй завод, который планируем мы провести модернизацию и ремонт, это Кировский завод. Аналогичный завод, где мы сегодня присутствуем. И я надеюсь, что до 2015 года мы завершим полную модернизацию двух этих заводов. На максимальную мощность 4 миллиона шин в год Воронежский завод выйдет уже в следующем году. Предполагается, что центральный черноземный филиал итальянской компании будет ориентирован на выпуск шин класса люк с диаметром от 16 до 21 дюйма. При этом реализовываться продукция будет как на внутреннем рынке, так и в странах Северной Европы. Александр Иванов, Павел Рейский.